Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте. Сегодня в прямом эфире у нас гость из Москвы. Иван Тюрин, толкователь пространства, архитектор-концептуалист, специалист по васту и фэн-шуй. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, слушатели. Очень приятно Вас слышать. Я так понимаю, что Вы уже были в Риге и знакомы с нашим городом, и давали тут мастер-классы. И, в общем-то, часть нашего населения уже Вас имела возможность услышать? Да, да. У меня есть приятный опыт общения с людьми на семинарах и мастер-классах. И, конечно, я очень люблю Ригу и много лет там бываю часто. Мы живем с семьей в Латвии регулярно. Я очень люблю Ваши края. Замечательно. Ну, сегодня я бы хотела поговорить с Вами о том, как вообще возможно сгармонизировать свое пространство, свое жилье. В общем-то, тот мир, в котором мы проводим большую часть времени, я имею в виду, включая и сон в том числе, да? Да. И можно начать с того, наверное, что… Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как наш дом, наша квартира вообще влияет на здоровье, на наше настроение, состояние и даже на судьбу, если я все правильно понимаю, да? Давайте начнем с того, что попробуем категоризировать и определить, что такое то, о чем мы будем с Вами говорить, о влиянии пространства на человека. Мы с Вами с Детства изучаем, как нужно ходить, как нужно заботиться о своем теле, хотя бы минимальные азы. Мы учимся водить машины, мы учимся общаться в обществе, мы очень долго учимся нашим профессиям. Такое тоже случается. Но почему-то странным образом мы не учимся в наше с Вами время, как организовывать, как выбирать и как создавать пространство для своей жизни, для своей деятельности, для себя и других. Согласитесь, это довольно странно, при том, что по статистике современный человек проводит 80% времени своей жизни в помещениях. При этом он практически ничего не знает о них. Да, так и есть. Вот, это странно довольно. Мы проводим всю свою жизнь в своем теле, и так или иначе мы стараемся о нем что-то узнавать. По мере сил, каждый по-своему, но всю жизнь мы его пытаемся познать, мы хотим, чтобы оно было здоровым, чтобы прожило подольше. И, как говорят, наше тело – это наша вторая оболочка. Когда есть то, что внутри, есть некое содержание нашего сознания, нашего ума, нашего духа, и тело является для него чем? Ну, определенным скафандром в каком-то смысле. Но наш дом или наш офис или наш участок являются следующим звеном, следующей оболочкой. И было бы правильно изучать, каким образом его организовывать, как его понять, как почувствовать, правильно оно или неправильно, как его осмыслить. И вот этим вопросом я, наверное, задавался с самого детства. Мне всегда было интересно ощущать пространство, бывать на природе, бывать в разных помещениях, пытаться их оценить и, естественно, как-то их организовать. В итоге, к сегодняшнему дню, это сложилось в мою жизнедеятельность. И все, что связано с пространством так или иначе, я стараюсь изучать, преподавать и применять в деятельности, помогать людям в этом направлении. Ну да, безусловно, есть люди, которые могут чувствовать пространство, действительно. А есть люди, которые хуже чувствуют. Они не понимают, почему у них там болит голова или они плохо спят. Вот я могу привести свой пример, что какое-то время назад у меня была возможность, я жила в центре города, в старом доме, в тихом центре. Это все очень престижно, но там был дом, и окна, и одни, и другие окна выходили в колодец. Ну то есть полностью у меня в одни окна стена была, и в другие. Я вам не могу передать, я смогла там прожить два месяца. Ну это, я не спала ни одной ночи. Ну даже там телефон не ловит, там ничего не ловит. То есть энергия вообще туда не поступает. И я себя чувствовала очень плохо. Поэтому вот есть такие, вроде как престижное место, вроде как все очень красивое, но жить там было действительно, мне лично было очень тяжело. Понимаю вас хорошо. Поэтому я на себе это испытала. Я знаю, что это такое, когда не поступает энергия, это совершенно было очевидно. Она просто не проходила, видимо, там вообще ниоткуда, ни с какой стороны. Если мы хотим поговорить сейчас о благоприятных и неблагоприятных сторонах, да, то здесь вообще было такое ощущение, что ты действительно в каком-то колодце сидишь. Ну то есть то, что вам как будто перекрыли кислород, можно так сказать. Да, да, да. Есть масса факторов, конечно, не только сам колодец, может быть еще огромный набор причин, но сам по себе колодец уже является одной из ключевых. Почему мы можем недополучать? Если вернуться на вопрос назад, вы спросили о том, что вот многие люди могут чувствовать, а многие не могут. Логично. У нас жизнь делится на чувствование и думание в основном. И вот мы между этими полярностями движемся, да, как в батарейке заряд туда-сюда электроны. Но при этом многие люди, можно сказать, хорошо чувствуют дорогу и едут, говорят, все как рыба в воде за рулем. Правильно? Да. Потому что что? У него есть для этого два условия. Первое, естественно, это навыки, опыт, и он этому учился. И второе, он чувствует. И в данном случае, когда мы говорим о пространстве, необязательно, я считаю, все сводить к чувствованию, потому что тогда мы идем в исключительно эзотерическое настроение, которое, собственно, людей в большинстве случаев от этой темы почему-то отталкивает. Но это совершенно практичная вещь, точно так же, как медицина и вождение машины, это знания абсолютно логичные, доказуемые нашими естественными, понятными нам законами физики, законами природы, которые можно понять, почувствовать и проверить. Самое главное, а не просто это вот сказал астролог или это так написано в старой книжке. И мы многие принципы можем проверить и понять, как вы проверили, будет ли хорошо житься в квартире с двумя окнами в колодец, да, или всеми окнами в колодец. Вы это проверили на собственном опыте, это эксперимент. Можно поставить массу таких экспериментов, и вероятнее всего, по статистике, так будет у большинства людей, да, если их поселить в подобную квартиру. Это наука, потому что наука опирается на чем? На информации, на статистических данных, на экспериментах и, естественно, на чувствование, которое обычно перед всем лежит. Но и является в итоге результатом знаний и навыков, потому что, когда мы оттачиваем наши навыки, то же самое, вождение машины или катание на каком-то средстве, еще транспортом, со временем мы уже используем что? Не знание о том, как это делать, а чувствование, встроенное со временем в наше тело, как наш главный биологический механизм, робот, который, если ему долго что-то делать, он это запоминает. То же самое в пространстве, мы можем сначала получить знание о том, как его оценить, как его проанализировать, как выбрать нужное и подходящее, а потом это может происходить уже естественным образом, если мы будем это практиковать. Скажите, пожалуйста, вот чем отличается, все-таки, я немножко знакома, я изучала индуистскую систему Васту, да? Что касается фэн-шуй, я, в общем-то, не углублялась. И, ну, насколько я помню, это было уже, когда я изучала, наверное, лет 15-20 назад, все-таки там были какие-то принципиальные разницы были. Да, да, то, что по сторонам света говорилось в одном правильно, фэн-шуй было как раз наоборот. Если я не ошибаюсь, так было, да? И вот как здесь в этом случае вы поступаете, когда вы решаете эти вопросы с жильем, с клиентами, неважно? Угу. Ну, я в этом случае никак не поступаю, откровенно говоря, потому что я, когда занимаюсь решением каких-то практических задач, не сталкиваюсь с противоречиями, у меня есть объекты, ситуации, у меня есть решение. Противоречие определенных видов теоретического знания было и всегда будет, потому что здесь имеет место, что особенности климата, географии, культурные, религиозные, социальные, экономические, политические, и так до бесконечности в каждом отдельном регионе будут определенные принципы, отличающиеся от соседних. Часто у нас включается огромную сферу этих знаний, в итоге содержит фольклор. Фактически в большинстве случаев в популярной литературе и по ласту, и по фэн-шуэ мы уже наблюдаем региональный, обусловленный конкретным местом, в котором это было написано, записано, сохранено, фольклором, ну и, естественно, особенностями конкретного места. Очень просто. Есть у нас Индия, в данном случае, к примеру, Южная Индия, где больше всего до наших дней дошло информации о пальмовых листах, на пальмирах, устной передаче и так далее, принципах организации гармоничного пространства. Это называется стопатия, веда. Стопатия, то есть веда о строительстве. Строительство, стопатия, станция, станица, станок, остановка, состоять, стабильность. Слышите, Торин? Да. То есть обозначающее нечто, что мы устанавливаем надежно, крепко. А веда, как известно, ведать, знать. То есть стопатия веда – это наука о том, как создавать пространство. И когда стопатия веда до нас в нынешнем виде дошла, она обросла со всех сторон огромным количеством интерпретаций, переводов, а самое главное – изначально содержала в большей степени не только универсальные принципы, но и локальные, необходимые, к примеру, в той же самой Южной Индии. Понятно, что когда на улице 45 градусов, будет логично закрыть южную сторону, насколько это возможно, а северную – открыть. И на этом построить просто описание, что вот если вы собираетесь строить дом, делайте это вот так. Но когда вы это делаете в Южной Индии, если вы переезжаете в Китай, где происходит обратная ситуация, там север может задувать Сибири ледяными ветрами зимой, например, и там не очень интересно будет открывать север, и там будет интереснее открыть юг, потому что нет такой жары. И всё, и вдруг, причём при небольшом расстоянии между этими странами, мы имеем практически диаметрально противоположные принципы. Но на эту банальную вещь, которая на самом деле совсем не банальная, опирается на очень важный фундаментальный закон природы – это солнечное влияние, на которое опирается большая часть принципов на самом деле, то мы просто видим, что в разных странах из-за разного влияния Солнца у нас логично меняется принцип создания архитектурных форм жилых домов в первую очередь. Но когда это через тысячелетия доходит до нас, такой простой и, кажется, тривиальный принцип – он обрастает невероятным количеством мяса на этой кости, до нас доходит огромный окорок, и непонятно, как добраться до костного мозга, до сути, которая на самом деле очень проста. Это принципы естественные, принципы природы, за которыми китайцы, если переходить к фэншуй, наблюдают тысячелетиями, как это основа их культуры и политики, и военного дела. Всё основано на принципах, к примеру, да-сизма, на принципах тайцзы, на принципах баланса энергий. И явно на этом построена вся китайская культура на протяжении тысяч лет. И поэтому в какой-то степени школы классического, традиционного фэншуй, которые не имеют никакого отношения к деревянным лягушкам, красным фонарикам, к летящим звёздам и всему остальному, они говорят о естественных законах природы. Описывают нам их, передают и говорят, вот, светит солнце так, значит, энергия будет вот так. Мы выходим на улицу, проверяем, действительно так. И в соответствии с этим мы можем выстраивать своё пространство, можем подбирать себе участок правильный, не мучиться потом годами с ним. Поэтому здесь, когда мы говорим о противоречиях или синтезе васту и фэншуй, я использую, немного поизучав, скажем, условно немного и то, и другое, я нашёл универсальные принципы, которые объединяют их между собой, дополняя это современными научными изысканиями, современными научными знаниями, ну, современными, опять же, назовём это правильно, западным опытом научным. Да, да. В физике, в квантовой механике, в геологии, в гидрологии, в аэродинамике и гидравлике, что немаловажно. Я, как человек с инженерным образованием, изучавший гидравлику и аэродинамику в университете, когда узнал, на чём базируются принципы традиционного фэншуй, я просто увидел аэродинамику и гидравлику, потому что фэн – это фэн, которым мы сушим волосы, то есть это ветер, а шуй – это вода, то есть ветер и вода – две главных динамических стихии в природе и в мире. И фэн – это аэродинамика, принципы аэродинамики, которые можно пойти и проверить в аэродинамической комнате, например, если интересно. И шуй гидравлика – это вода, то, как течёт вода, то, как она распространяется и как она накапливается, что такое сопротивление течению. Если мы всё это возьмём и перенесём в пространство нашей квартиры и будем иметь в виду коридоры, как трубки, по которым течёт жидкость, двери, как отверстия в этих трубках или форсунки и так далее и тому подобное, то мы придём к пониманию, а как движется энергия в зависимости от того, какого размера проёмы, какой высоты потолок, как относительно друг друга расположены двери в доме, в квартире, в комнатах и так далее. Понимаете? И плюс к этому добавим влияние солнца, то есть тепло, свет, добавим к этому влияние звука, это элемент эфира, что мы слышим на улице. Тот же самый колодец очень сильно искажает звук, там постоянное эхо. И это значит, вы слышите не естественный звук природы, просто чистота воздуха, эфир, чистый эфир, а вы постоянно слышите в этом колодце искажённое, тысячу раз отражённое звуковое поле, которое вы воспринимаете естественно на ваш организм, который хотел бы настраиваться на гармоничное, входить в резонанс с естественным звуком природы. Он постоянно находится в диссонансе, потому что не может настроиться с испорченным звуком. Ну, в мегаполисе вообще сложно настроиться на природу, да? Но в любом случае это ещё больше усиливает. Но я бы хотела спросить, Иван, вот скажем, человек заехал в квартиру, да? Ну, мы все, у кого есть возможность строить самим дома, это безусловно, все уже сейчас понимают, что это, конечно, гораздо лучше, чем жить в многоквартирных домах, потому что чем больше соседей, тем больше влияния, это уже понимают даже люди, которые не соприкасаются с этими науками, да? Ну, вот скажем, человек заехал в квартиру. Вот чему нужно больше всего, с вашей точки зрения, что самое главное всё-таки в квартире, ну, вот я попытаюсь сформулировать вопрос, да? Да, безусловно, там будут какие-то всё равно неоткорректированные вещи, там что-то будет хорошо, что-то всё равно будет не очень хорошо. Мой опыт так показал, да? Как ты не старайся, всё равно очень трудно подобрать жильё готовое, чтобы оно соответствовало вообще всем принципам. Поэтому вот какие самые главные моменты в выборе жилья, когда человек выбирает квартиру? Сейчас говорим о квартире. Да, поговорим о квартире, это, естественно, самый распространённый вопрос, насколько большинство людей сейчас живёт в городах. О чём мы говорим, когда говорим о качестве пространства? Когда мы говорим о гармонии, когда мы говорим о каком-то критерии, по которому мы должны его выбрать? Ну, наверное, самый главный критерий – это будет нам там хорошо житься или нет? Будем ли мы испытывать там чувство удовлетворения, комфорта, счастья, безопасности и так далее? От чего оно зависит? Когда мы чувствуем себя наполненными, когда мы чувствуем себя жизнерадостными, когда у нас есть энергия? Мы это прямо так называем, верим мы в энергии или нет, мы очень просто, мы говорим, у меня что-то энергия ушла. Или наоборот, у меня приток сил. И вот мы с вами говорим о притоке сил, мы с вами говорим о количестве энергии, которая будет в этой квартире. В каком месте там что находится, какая комната – это не принципиально. Когда вы заходите в квартиру, и начиная с улицы, вы должны втекать туда, то есть возвращаясь к принципу гидравлики, как можно меньше сопротивления на пути должен встретить поток и человек, который идёт в эту квартиру. Очень часто бывает, что мы зашли и воткнулись в глухую стенку, потом нам надо три раза повернуть по коридору, пройти по крутой лестнице, нагнуться где-то там, войти в комнату, опять упереться в дверь туалета. И как вы думаете, дойдёт ли что-нибудь до остальных помещений, которые должны мы наполнить, чтобы из них человек продолжал вот пить эту энергию, этот сок жизни? Дойдёт ли туда при таких условиях что-нибудь? Какой бы вид из окна при этом у него не был? Как вы думаете, Татьяна? Ну, я-то понимаю, что не дойдёт. Почему? Ну, потому что, как вы правильно сказали, что оно должно течь легко и свободно. И когда есть препятствие, а это всё то, что вы сейчас перечислили, это и есть препятствие потоку энергии. Угу. Так и есть. Очень часто нам может попасться на пути мусоропровод, соседский шкаф, который он вынес в коридор три года назад на два дня и так далее. И, естественно, мы не можем оценивать только внутреннее пространство квартиры, при этом нам нужно откуда-то подать этот канал, этот поток. Вот так мы и проверяем, так мы и смотрим на качество. В первую очередь, мы говорим о качестве энергии. Как она туда втекает, как она распространяется и как она накапливается. Второе, о чём мы можем поговорить, хотя, по сути, это и есть то, что определяет качество энергии. Это форма. Всё, что мы сейчас с вами перечислили, низкие потолки или проёмы, упирание в стену, мешающиеся на пути объекты, это формы. Также есть форма самой квартиры, самого пространства. Она может быть слишком сложной. Ёлочкой, полукругом. Буквы «С», например, очень часто бывают разные. Или даже буквы «Л». Всё равно, если мы не можем до всех помещений спокойно и свободно распадать этот поток, то есть фактически и самим удобно пройти, а не зацепиться три раза где-то за косяки. Это то, что многие люди всю жизнь испытывают в своей квартире. И, естественно, в этот момент они теряют энергию, они как бы бьются и каждый раз испытывают дискомфорт и теряют при этом настроение, внутренний настрой, внутреннее состояние спокойствия и баланса. То есть второй момент – это форма. Насколько правильной формы у нас квартира, дом или участок. По сути, не нужно, опять же, искать каких-то сложных решений. Посмотрите на нас. Мы абсолютно симметричные животные, не считая внутренних органов. Мы очень симметричные. И если посмотреть на историю архитектуры, как западную, так и восточную, это история симметричной архитектуры, в которой есть центральная ось входа, как у нас есть ось входа, раны или ци внутренней, то есть жизненной энергии, и пищи, которую мы употребляем. Всё это в центре. Глаза мы смотрим вперёд. И всё это также, проходя уже по внутренней планировке, определённым там образом, раскручивается и выходит по той же оси. Естественно, мы можем предположить, что для человека благоприятна подобная форма. Есть закон подобия. О нём говорят индусы, о нём говорят китайцы. Мы знаем его точно так же, что подобное питает подобное. Поэтому, когда мы создаём или выбираем пространство для нашего пребывания, мы в идеале смотрим, чтобы был симметричный, такой сбалансированный объём этого пространства. Чем более сложное помещение, тем сложнее и, естественно, менее сбалансированное будет в нём ощущение и энергия, если хотите. Ну тогда вот возникает сразу логичный вопрос, наверное, не только у меня. Если у нас получается, что ты уже живёшь в этой квартире, уже всё. Есть ли какие-то способы как-то откорректировать, как это называется, компенсационные какие-то меры? Да, мне очень нравится, как это обычно называют, компенсационные меры. Это компенсационные меры, это часто, например, уборка. Хорошая, добротная уборка, включая влажные вообще все виды, которые можно только придумать. И ремонт. Это самое простое. Это не считая принципов формы и распределения энергии. Если мы говорим о существующем пространстве, нам сначала нужно понять, оно является вот тем, насколько оно соответствует тем критериям, о которых мы говорили выше. То есть симметрия, удобное распределение человека энергии, наполнение солнцем. То есть определить, чего не хватает. Чтобы что-то корректировать, нужно сначала поставить диагноз. То есть нам нужно провести для этого что? Анализы. Нужно сдать и провести осмотр. Что это такое? Чего не хватает? Опять же, можно по косвенным причинам идти. Ничего не хватает. Многие люди говорят, мне не хватает кислорода. Многие говорят, на меня давят. Наше тело никогда не обманывает. Надо слушать тело еще в первую очередь. Очень важно к нему прислушиваться. У меня болит голова. У меня ноют ноги, например. То есть у кого-то в каком-то конкретном пространстве часто всплывают определенные в теле ощущения. За ними нужно следить. Я хочу сказать, что, как бы это ни было банально, та же самая правильная очистка или уборка помещения, она дает огромный потенциал нам для жизни в этом пространстве. И самое главное, обновляет его. Что мы видим, когда мы заходим в любое здание религиозное, церковь, храм, костюм? Мы видим все пять элементов, представленные там просто перед глазами. Мы омываемся святой водой на входе. У нас пахнут благовонии, и нас угощают каким-то просвирой или чем-то еще. У нас элемент земли включается помимо воды. Везде горят свечи. Это элемент огня. Происходит движение или с апохалом, или с, что еще, ну то есть разные способы движения воздуха. Да. И звук – это песнопение, это колокола, это чаши, в зависимости от конфессии. Пять элементов. Если мы то же самое сделаем в нашем пространстве, мы его сделаем храмом, чем оно и должно быть, по сути. Но здесь, наверное, еще немало важно, и об этом, наверное, знают все люди, что чем менее загромождена квартира, тем там легче вообще дышать, жить, отдыхать и чувствовать себя хорошо. И это та проблема многих людей, которые, ну я бы сказала, наверное, больше возрастных людей, потому что молодые люди сейчас, в общем-то, так не загружают себя вещами, к счастью, да, как вот все-таки люди, которые пережили там какие-то тяжелые времена в свою жизнь, да, и поэтому у них квартиры все заставлены, и там действительно ты проходишь, там негде вообще, не то что двигаться, там пройти негде. Поэтому вот этот момент, наверное, это уже все понимают даже без всяких наук, что чем меньше лишних вещей ненужных, тем легче там находиться. Все так, нужно периодически проводить ревизию своего пространства, будь то рабочее место, участок или квартира, нужно понимать, что каждый новый объект, он является нашим, фактически тем, кто питается нами, мы кормим нашим вниманием, нашей энергией, нашим временем, то, что мы имеем в своем поле, и чем больше таких объектов, тем больше мы тратим этой энергии. Очень просто. На самом деле все легко объяснить с той же самой позиции первоэлементов, как это называется, панчататва в Индии или усин в Китае. Элемент земли – это материальные вещи. И чем мы ближе к старости, тем мы больше приближаемся, естественно, у нас все больше элементов земли, становится все меньше воздуха и эфира, то есть воздушных каких-то мыслей, планов, движения вверх и вперед. Нам хочется заземлиться. И мы здесь должны искать баланс, если мы говорим о том, что люди в возрасте. Иногда нужно оставлять лишний элемент земли, чтобы еще пожить в таких более легких сферах. Для этого, конечно, нужно освобождать пространство. И чаще выбираться из этого пространства, выбираться на свободу, выбираться на природу. Вот я с вами в таком необычном месте сегодня сижу. Мы уже три недели путешествуем по России. Сейчас мы стоим на берегах Волги, Тверской губернии. До этого мы были в Московской, в Липецкой, в Воронежской, в Тульской области. И мы сейчас ищем места силы для себя, для наших друзей, для наших клиентов. То есть ищем, согласно вот этим же критериям, о которых мы сейчас говорим, естественным законам природы, как они проявлены на Земле. Ищем сильные места, природные места, потому что можно сколь угодно корректировать или, как вы называете, компенсировать квартиры. Это утопия. Их все равно не получится сделать сильными, заряжающими нас и дающими силы для жизни, полноценными. Ну, поэтому те люди, которые живут в городе, они, конечно, при первой же возможности, они выезжают на природу. Кто живет на природе, они и живут на природе, понятное дело. Но сейчас все, кто работают и живут в городах, они, конечно, стараются любой свой выходной день все-таки как-то выехать на природу, чтобы там подзарядиться. Интуитивно это делается, наверное, у каждого человека. Конечно. Конечно, потому что мы интуитивно знаем, что основной источник энергии для человека — это природа. Ибо она наша мать, она нас окружает, она нас кормит, она нас питает. И чем мы к ней ближе, хотя бы на какой-то момент, на день, на выходные или на лето мы выезжаем, тем сильнее мы становимся, тем больше у нас энергии, и тем больше мы привносим ее назад в свое пространство, в свои четыре стены в городе. И какое-то время еще можем там протянуть. Большое спасибо, Иван. У нас, к сожалению, время заканчивается, да? Или у нас как? По времени. Мы сейчас уйдем на перерыв небольшой и потом продолжим после рекламы. Спасибо. Добрый день еще раз. Продолжаем наш эфир. В эфире передача «Другой мир». И с нами Иван Тюрин. Продолжаем наш разговор про гармоничное пространство, про здоровый и живой дом. Давайте продолжим. Может быть, расскажите, пожалуйста, как происходит у вас процесс поиска… Ну, скажем, вот вы сказали, что вы сейчас находитесь в поиске мест силы, да? Для себя, для своих клиентов. Вот, может быть, пару слов расскажите. Какие запросы у ваших клиентов, вот если они выбирают для себя участок земли, я так понимаю, под застройку, да? И, может быть, еще расскажите о том, как вы сами построили свой дом не так давно, да? Не так давно. Ну, вот что нас привело к сегодняшнему дню? Естественно, это интерес к строительству, к организации пространства, инженерное строительное образование, потом опыт проектирования и архитектуры. Естественно, любой архитектор и строитель хочет построить собственный дом. И мне очень хотелось жить на природе. Мы с супругой после нескольких лет жизни в городе решили, что нам пора выбираться. Нам очень хотелось быть максимально независимыми от определенных ограничений, которые в любом случае накладывает город. Нам хотелось быть больше на свежем воздухе, получать больше энергии. В тот момент мы активно начали практиковать йогу, цигун, изучать принципы здоровья, сознание, тело и психики, да? И мы построили собственный дом, мы почти восемь лет прожили в своем поместье, на окраине поселка. Под окном бегали лисы. Зимой можно было за две недели не встретить человека, вообще не увидеть никого, не увидеть следов. Мы реально жили на самой окраине. У нас был такой собственный хутор. Интересно, что сейчас мы вернулись. Мы уже не живем в том месте, потому что мы отправились на поиски более сильного места. Мы продали дом, продали хозяйство, скажем. Я посадил огромный сад. И все это мы отдали в хорошие руки. Замечательно. Кому-то повезло. Я отправился в путешествие. А потом вы будете искать... А, вы сейчас ищете себе новое место, силы? Да. Где вы будете строить... Можно так сказать. Где вы будете строить себе новое жилье, да? Новый дом. Да, но сейчас, знаете, после... Вот, опять же, для баланса. Мы довольно долго были на одном месте. У нас родилась там и выросло уже немного дочь, и теперь мы стали мобильные максимально. Мы воспользовались этим случаем для того, чтобы поискать места сильнее, не сказать, что то место, где мы жили, было очень заряженным. Но, тем не менее, оно дало свое. Мы поделились с ним тоже, чем могли. И сейчас мы ищем места более обширные, более красивые, более сильные, более удобные с точки зрения коммуникаций. Люди устали от коттеджных поселков уже давно, и осознанные люди не хотят жить в условиях коттеджных поселков. Там невозможно получить, скажем, от природы, от взаимодействия с ней максимальный эффект. Это очень сложно сделать. Быть замкнутым уже не в четыре стены квартиры, а в четыре стены забора. Разница не такая большая. Я за то, чтобы земли были большими, от нескольких, там, от одного, двух, трех гектар. Запросы наших друзей и клиентов тоже сходятся в этом. Это большая земля. Это усадьба. То, что являлось культурой многие века. Это усадебный, естественный, самый сильный способ жизни на природе. Когда есть небольшой конгломерат зданий, друзей, например, семья, это небольшой поселок. И есть большая территория, где можно гулять, где могут быть, естественно, разные сельскохозяйственные объекты, сады, пруды, поля для выращивания собственных продуктов. Есть близость леса. И самое главное – это водоем. Мой критерий, один из главных мест силы – это наличие вблизи водоема, в непосредственной близости. Поэтому мы движемся вдоль берегов сначала Аки. Это большая река, живая такая, в средней полосе. Теперь мы движемся вверх по течению, вдоль берегов Волги, поднимаемся снизу вверх и ищем высокие сухие места. Желательно боры, как в нашей любимой Латвии, сосновые леса. Благо, здесь этого хватает. Это места, где есть рядом источники воды. Есть натуральные, природные, то есть ключи, родники и так далее. Это не скважины на 80 метров, потому что это не совсем естественный источник воды. Когда природа сама отдает эту воду, то с точки зрения нашего здоровья и близости по энергетике к человеку, самое близкое, естественно, это то, что вытекло, подставь руки и выпей. Не нужно бурить на 70 метров в глубину. Это следующий критерий. Освещение, то есть ориентация по солнцу, так, чтобы не оказаться с красивым видом, но полностью закрытым с леса, например, лес на юге, который закрывает весь участок. И масса таких критериев, конечно, это транспортная доступность, конечно, мы не ищем совершенно дикие дебри, мы социальные люди, так же, как и наши клиенты, мы постоянно путешествуем, мы постоянно ездим на мероприятия, семинары, выставки, куда угодно, ездим по объектам, и нам нужна доступность для этого. То есть это не глухая Сибирь, мы не староверы, мы не запираемся в глухом лесу. Мы ищем место в относительной близости к цивилизации, но при этом всё-таки отдельно от неё, потому что в условиях коттеджных посёлков или пригородов говорить о сильном месте нельзя. Мы, конечно, не говорим о местах силы в контексте дольменов или каких-то каменных ещё стонхенджев и так далее. Мы говорим о местах силы для жизни. То есть у природы есть тоже свои категории, если мы будем человеческим языком их оценивать. Здесь можно жить, здесь можно сажать, здесь можно только, скажем, практиковать медитацию и уходить в космос периодически, чтобы отключаться от бытовой жизни. И это разные места. Невозможно жить на каком-нибудь священном капище или на реальном месте силы, где просто природа бьёт ключом энергия. Там можно сойти с ума. И нельзя жить в местах, которые не предназначены для жизни, на болотах, на голых полях, на крутых склонах. Это то, что, к сожалению, сейчас люди не знают. Нам нарезали коттеджный посёлок посреди леса в болоте, провели дорогу. Как бы сказали, что здесь трубы и осушили, но это остаётся болотом. Это будет инертная и негармоничная энергия. Там будет сложно говорить. Тут не только коттеджные посёлки. Тут и, в принципе, дома, и новостройки строятся. В общем-то, критериев там нет. Есть свободное место, куплена земля, и там строятся. Никто не смотрит, насколько оно благоприятно, неблагоприятно. Поэтому, более того, сейчас застраиваются, по крайней мере, у нас, прямо нос к носу стоят дома. Вот один друг... Ну, то есть, ты не можешь вообще даже подойти к окну, ты должен зашториваться, потому что прямо в окна построен новый проект. Вот так у меня было в том доме, где я жила, ещё с родителями, да. Когда мы там жили, там была перед нами, когда покупалась эта квартира, перед нами было большое пространство. Вот. И через какое-то время там построили новый проект. И полностью было закрыто всё, и солнце, и свет, и квартира превратилась просто в подвал. Не проходило не то, что там энергии, там света не было, да. И так сейчас строится жильё, оно не согласовывается ни с какими критериями. Это правда так и есть. Ну вот мы и возвращаемся к началу нашей беседы, к тому, что нужно изучать этот вопрос, нужны для этого знания. И они не такие сакральные, они не такие изоперичные, они понятные и простые, просто их довольно сложно собрать и найти. И вот этим больше 10 лет уже я и занимаюсь. Получилось так, что мы собрали знания западной традиционной архитектуры, инженерного дела, геологии, гидрологии, пермакультуры, экологии, много чего ещё. И соединили к этому восточный опыт, то есть практики и работы с энергией. Но в первую очередь это знание. Это знание, которое нам передал традиционный фэн-шу, это наблюдение за законами природы и простое их описание. Это принципы вастушастры и листопатии веды, которые дают много хороших и качественных рекомендаций, как проектировать, потому что это реально наука архитектуры, индийской архитектуры. Там очень много принципов пропорционирования, очень много принципов зонирования и так далее. И добавили ещё третий ингредиент — это чувствительность к пространству, то есть это то, чем мы в большинстве случаев живём, это интуиция и работа через тело, когда оно помогает нам воспринимать пространство. Всё это соединив, я назвал это умение толкования пространств, а знание — это стандарты гармоничных пространств. Это, скажем, наука, которую я собрал собрал вот в такой понятный и простой инструментарий. И часто передаю его людям на семинарах, на обучающих курсах. Они, в принципе, их можно изучить, и их можно использовать как для своей квартиры, как для своего дома участка, так и для организации пространства или выбора, когда вы работаете и занимаетесь архитектурой и дизайном. В принципе, вот этим мы и занимались в Латвии, когда я проводил там мастер-классы или семинары. Я просто передавал эти знания, которые как знание о том, как готовить, знание о том, как озаботиться о своём теле, как воспитывать детей, должно быть у каждого человека. И оно было, называлось в славянской культуре, например, домострой. В Индии это называлось васту, в Китае это называлось фэншуй. А у нас сейчас, да, в современном западном мире этого практически нет. В архитектурных университетах и на разных курсах этому уделяется настолько мизерное внимание, что, по сути, просто заметается под ковёры, нивелируется, и в итоге человек приходит к этому, дай бог, сам через годы. У меня очень много архитекторов и дизайнеров учатся по сей день, которые обращают тем самым свои знания. Что я хотела бы добавить? Я ведь могла пригласить любого специалиста из Риги. Здесь, ну, я знаю некоторых людей, которые преподают, и васту. Но дело в том, что меня и привлекло, что я сама училась, и вы знаете, просто нету времени, сейчас эфир у нас практически заканчивается, и не могу вам рассказать, что когда преподать и дать мастер-класс, надо тоже грамотно. Почему меня и привлекло, что у вас такой микс, соединённый с западным видением, с чувственным видением, с пониманием. То есть не конкретно. Вот у меня был такой опыт, я пришла после курса, такая вся вдохновлённая домой, говорю мужу, так, давай смотрим, как у нас стоит диван. Оказалось, диван стоит неправильно. Мы его поставили, значит, под моим чутким руководством, посредине комнаты. Так оно должно было быть по вас, по сторонам света, где нельзя было пройти. Муж на меня смотрит большими глазами, я говорю, так и должно быть. Понимаете, я сейчас вспоминаю с улыбкой, конечно, да, поэтому здесь очень важно, как эта информация людям подаётся, да, чтобы они, ну, чтобы это не было прям фатально, когда тебе рассказывают, что у тебя все стороны не туда смотрят, да, и всё не так, и ты понимаешь, а как же дальше жить-то в этой квартире? Возможности-то поменять жильё нету, да, сразу. Вот, поэтому здесь очень важно, кто преподаёт нам и кто нам эти знания доносит. И я очень рада, что мы имели возможность с вами побеседовать. К сожалению, наше время подошло к концу. И благодарю вас, и я надеюсь, что мы вас увидим в Риге. Всё закончится, изоляция, и вы, наверное, приедете к нам с мастер-классами. С большим удовольствием. Будем рады. Мы уже должны были быть у вас этой весной, прямо сзади того, как у нас был рейс, перекрыли все границы, и мы, к сожалению, к вам не попали. Конечно, увидимся обязательно. Спасибо большое. Я приглашаю вас и сейчас на обучение, на общение, курсы проходят постоянно. Спасибо большое. И можно обмениваться этими знаниями и опытом, тем более, что у многих действительно есть к этому склонность, желание и понимание, что это необходимо. Спасибо большое, Иван. У нас время уже подошло к концу. Я вас благодарю. Всего хорошего и до новых встреч с вами. До свидания. До свидания. До свидания.